Всем доброго, тыхого, мырного дня! Я рада вас видать на своем канале. Девчат, сегодня с вами хотела поговорить на такую тему. У меня очень часто в комментариях об этом спрашивают, видя, как я выглядела до, как я выгляжу сейчас. Ну и люди понимают, что снижение веса, естественно, несет за собой только улучшение. У нас с вами нормализуются все наши анализы, холестерин, инсулин, глюкоза, все вот это у нас с вами выходит, скажем так, пускай не на идеальные цифры, потому что, ну, уже как бы не 16, но выходит на более некритические, вот так бы я назвала. И в комментариях очень часто задают вопросы, Лен, ну вот давление, как у тебя с давлением, изменилось ли, отменила ли ты препараты? Вы знаете, наверное, после трех, может быть, полугода стройности, это было где-то минус 30 килограмм, ну, плюс-минус. Девчонки, я сейчас по цифрам могу просто, ну, вас где-то в чем-то обмануть. Я воспряла духом, потому что я сама гипертоник где-то с 25 лет, вот, ну, где-то так, когда у меня начало шарахать давление под 200, 200, 220 на 100, 120, скорые постоянные. И я в тот момент даже не думала, что мне нужно стройнить. Я думала о том, что пройдет. Знаете, вот не было мысли, что, Лен, причина твоего давления не в том, что у тебя ожирение, а в том же числе. Но я об этом, девочки, не думала. У меня еда в приоритете была, мне главное было вкусно покушать, как я говорю, хорошо покушать, особенно пожрать. И по-другому просто жизнь я свою не представляла. Тоже, опять-таки, отвлекусь немножко от темы, когда пишут, да, ну, ваше правильное питание, это я, получается, ничего не буду есть, это мне нельзя то, нельзя то, а зачем жить? Вот, знаете, я понимаю эту философию жизни, потому что я сама такая была. А когда ты меняешь продукты, ты просто меняешь свои вкусовые привычки. Если бы мне раньше говорили, что ты будешь с таким удовольствием есть рукколу, или вот эти листовые салаты, или шпинат, я бы сказала, что вы мне рассказываете, дай ты мне гамбургер, дай ты мне беляш, и все, иди к лесу. Меняются, девчонки, меняются вкусовые привычки. И вот ты даже, когда уходит сахар из употребления, да, когда мы делаем его как можно меньше, рецепторы, совершенно другие рецепторы, и ты слышишь вкус продуктов. Представляете, вот настолько сахар, как вот тормозит, простые углеводы, выпечка, насколько она все это тормозит. Так вот, по поводу давления вернусь опять-таки. Ну, видите, вот каждую тему начинаешь, я просто стою, девчата, я жестикулирую стоя. Я помню, что будете сейчас писать, мамочка говорила, чтобы ты за рулем не записывала. Девчат, сейчас раннее утро, еду на работу, машин очень мало, я все под контролем. Так вот, давление. Я тоже пошла к своему врачу местному, хотела сказать, семейному, и говорю, все, отменяем все таблетки. И я хочу сказать вам больше, что я их перестала пить в какой-то момент даже сама. То выпью, то не выпью, даже сейчас, после смерти мамы, я прям, у меня четенько стоит пунктик, обязательно выпить свою таблетку. А до этого я так, знаете, халатно к этому относилась. Я объясню сейчас, к чему я это сказала. И врач мне сказал, окей, мы сейчас проверим, давай сейчас оденем холтер. Это такой аппарат, он одевается на руку, ты его в течение суток носишь, и этот аппарат измеряет твое давление. Если, я так понимаю, давление все ровненько, ок, ничего, ну, значит, чайку ничего не надо, никаких препаратов. И я ходила, у меня детали на канале есть это видео, я ходила с холтером в сутки. И я пришла, потом делается или распечатка, или, ну, или через компьютер, я уже не помню, как она смотрит. И там видно, что скачки давления и довольно-таки очень высокие, без приема препарата, есть. То есть не держится стабильно там. Ну, у меня сейчас, например, 100, где-то 125 на 80, 130 на 85, вот так вот, вот в таких параметрах. Раньше для меня это давление, это был нонсенс. У меня самое мое, скажем так, рабочее давление, это было 160 на 90, ну, а когда выше, это 220, я говорила уже на 120. Так вот, когда я носила этот аппарат, давление скакало. То есть в течение дня давление подымалось и в некоторых моментах даже до критических точек. Даже было где-то, по-моему, 190. Врач сказал, нет, мы ему пересмотрим там дозировку препарата, но отменять это уже пожизненно. Почему? Потому что гипертония, да, ну, вы знаете, что это такое заболевание, и когда человек уже подвержен тому, что сосуды работают не так, как надо, да, сосуды за время болезни, вот, за время большого веса, это опять-таки мотивация к тому, чтобы снижать вес. За время большого веса, скачки давления, они сосуды растягивают, ну, вы понимаете, да, я не буду сейчас углубляться вот в это все на место, и вот почему это все подвержено инфартом, инсультам. Поэтому отменять препарат никто не отменил, поменяли там немножечко дозировку, и все. И я так же, как и пила, так и пью каждое утро натощак, ну, не когда натощак, кстати, не натощак, я утром беру с собой таблеточку на работу, поела и тогда выпила. Натощак я пью только воду. И таблетки никто не отменяет, потому что гипертония это такое заболевание, что на протяжении, ну, сколько лет, это 25 лет, да, вот, такое вот с моими сосудами совсем происходило. Поэтому никто аппарат не, препараты не отменял, но я вот, почему я акцентировала на это внимание, потому что, когда я принимала препараты и были подобраны правильно, у меня очень часто скакало давление, у меня очень часто вызывали скорую. Очень часто меня кололи вот эти понижающие давление, таблетки, уколы, да, то есть, скорая, ну, вот, меня, знаете, даже на работе уже мои коллеги тогда, а Лена не работает, значит, у нее давление. А, киоск закрыт, значит, у Лены давление, то есть, я настолько часто не работала или пришла на работу, там, поработала, раз, стало плохо, закрылась. То есть, там, раз, два в неделю я не работала, потому что, ну, прыгало давление. И сейчас, когда я также нахожусь на препарате, таблетки, какие бы мне там ни подбирали, у меня давление, они держали, ну, скажем так, слабенько. А сейчас, когда я пью те же таблетки, но меньшей дозировки, со снижением веса, у меня, если давление скаканет, это, знаете, уже я понимаю, что я там метеозависимая, я уже понимаю, что, скажем так, понервничала, стресс какой-то получила. Вот тогда давление, вот, как мама умерла, как Вадим умер, у меня давление прыгнуло. Но я его уже на себе слышу, слышу головные боли, тошнота, ну, все вот эти сопутствующие к давлению неприятности. Поэтому сейчас я пью таблетки, но давление мое, ну, я бы сказала, вот я вам озвучила цифры, я бы сказала, что оно сейчас на данном этапе идеально. И это уже на протяжении где-то года, двух, я давлением не мучаюсь, у меня все ок. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому давление, конечно же, стабилизируется. Если вы потомственный, скажем так, гипертоник, заработали гипертонию на фоне лишнего веса, то, ну, естественно, вам нужна консультация вашего лечащего врача. Не врач, чтобы вам сейчас рассказывать, какие таблетки пить и какой дозировки и сколько. Где себе некоторые блогеры позволяют вот так вот людям в интернете выписывая, выписывать свои назначения, не выписывать, а рекомендовать. Я к таким людям отношусь с очень большим подозрением и вообще считаю, что такие люди, они просто не любят людей, чтобы вот давать такие рекомендации относительно препаратов. У меня вы очень редко услышите, что я говорю, я пью вот эти, вот эти таблетки. Если я говорю, что пью эти, я никогда не говорю свои дозировки, потому что мы все с вами разные. Поэтому давление стабилизировалось, давление лучше и нормально, не лучше, а нормальное. И когда бывают такие стрессовые ситуации, естественно, как и у всех живых людей, оно прыгает, да. Но таблетки я не отменяла, с учетом того, что гипертоник уже на протяжении такого большого количества лет. Поэтому высокое давление, это одна из причин снижения веса. Я вам хочу сказать, что в моем марафоне, который на сопровождении, я же уже общаюсь, скажем так, индивидуально с каждым человеком. Одна из моих зрительниц мне писала о том, что, Лен, давление-то у меня улучшилось. Лен, а ноги-то не болят так. Естественно, вес снижается, меняется пищевая корзина. Естественно, так и будет. Все, мои хорошие. Приехала покормить наших барбосяк, потому что сейчас пока, пока летом решили, они будут здесь. Потому что в квартире мы целый день на работе. И закрывать их в квартире в замкнутом пространстве не вижу смысла. Зимой будем собак забирать домой. В квартиру. И будут они с нами зимовать. Так что сейчас пойду их покормлю. Каждое утро, каждый вечер. Они ждут. Они с нами. И после работы я тоже, ну, сейчас больше времени провожу на доме, нежели в квартире. Поэтому. Все, девчата, я была рада с вами пообщаться. Я вас люблю, целую и тяную. Пока-пока.